Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Всем привет, это снова я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. Прошло совсем немного времени, и я зарекался ездить на Ласточке, но теперь мне пришлось снова купить билет на тот же поезд, сесть в него и поехать, но на этот раз уже не во Владимир, а в Нижний Новгород. Четыре часа в этом ужасном, неудобном поезде туда забраться большая проблема, хотя, конечно, помогают и все такое, но самое главное, что мне всегда хочется посмотреть, вот кто проектирует, вот кто проектирует эти сиденья, на них сидеть невозможно. И ладно бы, но вы можете сказать, ну вот ты толстый, ты вот рассказываешь нам, что здесь невозможно. Нет ничего подобного. Ну, посмотрите, люди тоже не могут сидеть на них. То есть люди худые, вот у них не такие длинные ноги, но невозможно, если ты сидишь, во-первых, сиденья только друг напротив друга, ну, в общем, короче, такая вот ситуация. Отвратительный поезд, совершенно не понимаю, зачем. Туалеты вечно заняты, вечно огромная очередь. Кулер один, где-то в конце вагона, кипятка нет, еды нет, растительности нет, населена роботами, проводник есть, вначале проверяет паспорт, потом улетучивается, в общем, все ужасно. Но зато был хороший повод, чтобы поехать туда, в Нижний Новгород. К нам обратились за помощью два человека, монах и монахини, из очень сильно альтернативного православия. Я даже не буду говорить, из какого там объединения. Ну, их обоих достало мракобесие, которые там вот есть. Ну, это, я повторюсь, это не русская православная церковь московского патриархата. Это такое очень глубоко альтернативное православие. С мракобесием, с царебожием, с жидомасонскими заговорами, там, ну, вплоть до того, что на человека, вот, который ко мне обратился за помощью, доносы писали постоянно, потому что у него там евреи в роду. С канонизацией Ивана Грозного и Сталина, кстати, еще. Ну, или там, например, требовали сжечь паспорта, там, ну, в общем, потом пошло другое поветрие, что поскольку вот антисемитизм, да, не может Господь и Богородица, не могут они быть евреями, поэтому Господь, Богородица и вообще первые христиане, апостолы, это все был народ православный, это были русские, и даже вот слово Иерусалим, видите, там корень Рус, то есть это русский город, ну, и так далее. Ну, то есть мракобесием, сумасшедшие, ну, такие бывают, и, к сожалению, у них бывают последователи, потому что люди пытаются куда-то приткнуться, их не берут и так далее. Ну, добро бы там сами вот эти вот люди были там сумасшедшими, а, как правило, под влияние таких вот сект попадают люди доверчивые очень. У обоих из них хорошее образование, экономическое образование и, ну, медицинское, и, конечно, очень обидно, что эти люди когда-то не нашли в нормальной исторической церкви, понимание, у них у обоих сложная довольно история, и вот в конце концов через интернет они узнали про нашу церковную провинцию и попросились вот под мой амафор. Там, кстати, у монаха, отца Силуана, нормальное диаконское рукоположение, мы его признали, а вот при свитерской, конечно, признать не можем, потому что там просто не было апостольского преемства, его разные епископы рукополагали в диаконы и в призвитеры. Ну, конечно, я решил поехать посмотреть, что там и как на месте. Мы встретились в Москве, потом пообщались онлайн с нашим архиерейским синодом, и я поехал посмотреть, что там на месте. Но проблема была в том, что это все не в самом Нижнем Новгороде. Это два таких скита, один женский, другой мужской. Один из них вот имеет просто базис в таком частном доме, и там мораторий святого Михаила Архангела, это женский такой скит. И мужской скит еще за 10 километров от деревни Вача в Нижегородской области. Конечно, я когда услышал это название, я вспомнил тут же песню Высоцкого, и всю дорогу она меня преследовала и до сих пор преследует. И встал вопрос, как добраться до этой самой Вачи, непонятно. То есть брать каршеринг из Москвы очень не хотелось, это большой риск. Я уже один раз съездил в Мордовию, больше не хочу так рисковать. Искушать Господа не стоит, я считаю. Потому что тогда была безвыходная ситуация, нужно было тещу хоронить, а сейчас выход-то поискать можно, и время было. Поэтому я обратился к католикам, моим некоторым подписчикам за помощью, и к моему старому другу Сергею Поликину, протестанту. И угадайте, кто помог? Ну, конечно, протестант. Да, вот так получилось, что он нашел совершенно чудесную семью. Ну, муж мог бы и сам меня отвезти, там, у них отличная русская фамилия, Ивановый. Но глава семейства работал в этот день, поэтому вызвалось отвезти меня из Нижнего Новгорода в поселок Вача, рабочий поселок. Хрупкая, миниатюрная женщина, мать двоих детей, близнецов по имени Ева. И она встретила меня на вокзале Нижнего Новгорода, и мы поехали. Ехать было около ста километров, дорога узкая. Не везде можно даже сделать обгон. И к тому же разразился чудовищный ливень. Только потом уже в самом Нижнем я вдруг выяснил, что, оказывается, там есть каршеринг. Ну, делимобиль, конкретно если из всех московских фирм, там только делимобиль есть. Но можно было бы взять какой-нибудь Ниссан Кашкай и доехать, в принципе. Но я что-то затормозил. Мне не показал поиск вот такого варианта. Я искал, там, через интернет, как доехать до Вачи, там, общественным транспортом. Не просто это все. И это могло растянуться прямо на долгое время. Ну, в общем, поэтому я искал, кто отвезет. Но Ева прекрасный водитель. И, конечно, мы доехали до Вачи без особых приключений, мило болтая по дороге, слушая Рахманинова. Ну, а там нас ждали гостеприимные монах и монахини. Отец Силуан и матушка Наталья. Ну, вот здесь будет ораторий святого Михаила Архангела. Здесь мы отслужили Мессу. Матушка Наталья. Вот эта прекрасная женщина привезла меня сюда. Водитель первого класса просто. Как хотите все равно. Как вы привыкли, так и ставьте. Я не записал нашу беседу. Мы больше часа беседовали. Прикидывали, как лучше организовать процесс инкоординации. Разумеется, не завтра он будет рукоположен. И даже, может быть, ничего еще и не сложится. Потому что надо сейчас пройти стажировку. Такую духовную формацию в московском нашем приходе. Надо решить вопрос с жильем, с трудоустройством. На что жить? Кстати, они живут там вообще натуральным хозяйством. И это просто потрясающе. Но я отслужил Мессу. Причастил бедных, крещенных, православных, не нашедших адекватности богословской, да и просто любви в других каких-то церковных структурах, обратившихся к нам. Приобщаемся к восточной монашеской аскетике. Брюква, кабачки, баклажаны и прочая зелень. Да и пятница сегодня. Разумеется, как монахи, они совсем не едят мясо, живут натуральным хозяйством. То, что выросло на огороде, то у них и на столе хлеб пекут сами. Ну, поскольку проживают они, естественно, раздельно. Между ними там 10 километров. Ну, соответственно, делятся продуктами и так далее. Батюшка печет хлеб. Матюшка заготовки всякие на зиму делает. Впервые в жизни я ел брюква. У нас идет трапеза и такая православная монашеская аскетика. Ни за что не догадайтесь, что это за блюдо. Скорее всего, вы думаете, что это жареная картошка. Сегодня пятница, день постный. Но это, ребята, не картошка. Это брюква. И я вам скажу, что мне уже шестой десяток. Брюкву я ел сегодня. Впервые в жизни. И это очень вкусно. Я просто... Спасибо отец Силуан, матушка Наталья, Ева. Спасибо, что привезла меня. Там калорий практически нет. По вкусу это прям картошка с таким легким привкусом капусты. И теперь я озабочен тем, чтобы брюкву найти в Москве. Готовить ее, жрать ее тоннами и худеть. После беседы и мессы. Короткая трапеза. И мы поехали назад. Прослушали третий концерт Рахманинова. Потом увлеклись беседой. Разговорились о воспитании детей. И знаете, что получилось в конце концов? Эти прекрасные люди. Вот Ивановы, супруги. Отказались брать деньги. Они свезли нас совершенно бесплатно. В общем, у нас появился неожиданно даже не один монах, а сразу монах и монахиня. Пока они вот в одиночку. Там были люди, но искушения всякие их постигли. Они там сбежали, прихватив часть имущества. Были козы когда-то в крестовоздвиженском скиту. Кстати, да, в крестовоздвиженский скит мы не попали, потому что размыло дороги. Отец Силуан придирчиво осмотрел наш автомобиль. Вроде бы это Volkswagen Tiguan. Но он сказал, не пройдет машина. Застрянем. Поэтому в крестовоздвиженский скит мы не попали. Только вот в женский скит святого Михаила Архангела. Очень давно он, кстати, освящен в честь Михаила Архангела. Это просто совпадение. В общем, будем думать, молиться. Но я рад, что есть у нас возможность помочь прекрасным людям. Ну, кстати, ему еще предстоит учиться. То есть проходить все эти наши богословские курсы. Стажироваться. Потом много что еще нужно сделать для нормальной организации монашеской жизни. В общем, процесс еще не быстрый. Ничего еще непонятно, что будет в конце. Но начинать все равно надо. Я прошу ваших молитв об отце Силуане и матушке Наталье. Поехали мы назад в Нижний Новгород. Долго ли, коротко ли доехали. Я арендовал гостиницу «Волна». Заселился, вызвал такси. И у меня на вечер был запланирован визит к католикам. Меня пригласили. Местные католики сказали, «О, надо, чтобы вы приехали на мессу. Познакомимся с настоятелем. Познакомимся с ведущим канала «Вселенская церковь» по-русски. И экскурсию устроим. Да, замечательно. Ну, я принял предложение. Они искали мне людей, но не нашли, кто бы меня отвез. Нашли протестанты. Ну, я сказал, когда я приезжаю, спросил, когда месса. Мне ответили. Ну, и все. Я счел, что мы договорились. Ну, вроде как. Что еще нужно? И, короче, я прям быстрее, потому что опаздывал. Ну, саму мессу я не успевал, но я не переживал на это. Что-то, потому что мессу я уже отслужил в этот день. Два раза причащаться нехорошо, нельзя. И я поэтому думал, ну, и я к концу месса как раз приеду. Быстренько, значит, бросил вещи в такси и приехал в храм. Вот я тут пришел в католический храм. Я опоздал на мессу, наверное, и все закончилось уже. Ну, в общем, как вы поняли, мессы не было. Более того, не было никого. Так я и не познакомился с моими подписчиками-католиками из Нижнего Новгорода. Как-то так получилось, что они там работали. Кстати, я Поликину написал, ну, и он не смог там. У него шел полным ходом ремонт, он не мог отлучиться. Там рабочие, он им помогал. Ну, в общем, короче, что у меня вечер не задался. И я поехал тогда назад в гостиницу. В общем, да, кстати, а мессы не было, потому что в отъезде сам настоятель, отец Георгий. И, ну, не было, в общем, никого. Не получилось ни общения, ни экскурсии, ни мессы, ничего. Ну, в общем, вечер. Неожиданно я провел в одиночестве. Ну, что, очень грамотно. С QR-кодами. И модные таблички. Вот молодцы. Вот это я хвалю. Это современный подход. Можно взять буклет. В буклете, смотрите, телеграмм, ВК, католики в Нижнем Новгороде, отец Георгий, настоятель, все. Потрясающе. Вот молодцы. Вот так надо работать. Очень забавно. Здесь везде QR-коды с забавными статьями. Здесь какие-то невероятные муравьи. Надо почитать. Ну, какие-то здесь, да, развалины. Старые дома, скорее всего, это были все какие-то приходские здания. Я уж не знаю, вернули их или нет в церкви. Но все это в руинированном состоянии. Так вот и стена. Интересно, что на эти два столба хватило денег на реставрацию, а на этот уже не хватило. Вообще, конечно, красота. Что тут? Это я где-то вот прям в центре. Ну, раз на месту я не попал, поэтому, наверное, я поеду в гостиницу опять. Жалко. Кстати, здесь цены на такси практически московские. Это тебе не Владимир, где за 149 рублей можно куда хуже доехать. Вот тут я доехал за 800. Ну, обидненько, конечно. Ну и все. Вот из старого квартала вышел. И попал в совершенно советскую застройку. Лавочек, как водится, нет. Только там он, в сквере. Вернулся в гостиницу, поужинал, сходил в ресторан. Ну, неплохой ресторан, кстати. И вообще, надо сказать, что внешне-то гостиница производит приятные впечатления. Тем более, что она с историей. Построена там в 30-е годы. Вот товарищ Сталин еще, видимо, все это дело велел. Ну, во время строительства Горьковского автозавода. Ну, в общем, с историей гостиницы. Но вроде ее так должны хорошо были отделать, переделать, ремонт. Все такое, все современное. Интерьеры очень красивые внутри. Но потом выясняется, что жить в этой гостинице, конечно, невозможно. Я-то ее бронировал, потому что 4 звезды. Но она, конечно, не 4 звезды. Она и на 3 не тянет, если честно. И вот почему, вот какие косяки удалось заметить мне. Я, конечно, был возмущен. Очень смешно в гостинице «Волна». Значит, 4 звезды и номер не дешевый. Ну, на самом деле, конечно, никакие не 4 звезды. Это 3. То есть, тут совершенное свинство, конечно. Нет воды в номере. То есть, изволить и в 4 звездочном номере типа кулеру. Мы, конечно, это не просто мы экономим на всем, чем можем. Конечно, это просто забота об экологии. Штора оторвана. И всем, в общем-то, все равно. Ну, вот, заметить это при уборке номера, конечно же, можно. Розетки 2. 2, Карл. Всего 2 розетки в 21 веке. У каждого человека минимум по 4 девайса. Но тут 2 розетки. Еще там 2 USB. Причем Type-A. Ну, ужасно. Очень старые, убитые совершенно гостиницы. Значит, смотрите. Заходим дальше. 4 звезды. Присваиваются по умолчанию. Когда у тебя полотенца меняют ежедневно. Здесь только по запросу. 4 звезды. У нас будут перебои с температурой воды. Это правда. Горячей воды нет. Ну, она еле тепленькая. Зато есть шнурок SOS. И я его, по-моему, случайно дернул. Ну, то есть, это маленькая ванна. А еще, смотрите. Это плесень. 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 Там тоже плесень. Все в плесени. Унитаз. Предел он практически вплотную к стене. Как на нем сидеть, я не понимаю. Туалетная бумага. Пол рулона. Я не пользовался. Обратите. То есть, экономят на всем, конечно. Не надо переплачивать в гостиницу волны. Это, конечно, ни какие, ни четыре звезды. Это еле-еле с натяжкой три. Посмотрите сюда. Да, эта штука. Палка падает. Она дешевейшая. Ну, то есть, все... Все уставшая. Сантехника уставшая. Мебель уставшая. Кровать большая. Но я, честно говоря, боюсь на нее ложиться. Она развалится, похоже. Будем молиться, чтобы ночью не упасть. Ищем кулер. Теннисный стол есть. Кресло Ямагучи есть. Кулер есть. Вода в нем интересная. Есть. В четырехзвездочном отеле я вот хожу в колонку за водой. Набираю ее. Это, конечно... Я впервые вообще такое вижу. Честно вам скажу. Я не знаю. Это как... Люди вот, значит, впрога запасают себе попить. Но ужасно. Это моя большая ошибка. Кстати, вот решил я попить чаю. К примеру. Где чайник? То есть машина какая-нибудь. Ну, как обычно. Должно бы быть в четырех звездах. Кстати, розетки справедливости ради я еще две нашел. Ну, так укромно спрятанных. Тут мне понадобился талант сыщика. Короче, вот чаю. Хочу попить. Я хочу напиться чаю. Мне надо одеться опять. Пойти в этот же кулер. Там кипяточек. Но кувшинчик у меня только для холодной воды. Я не могу сюда налить и холодной воды, и кипяточку. Что-то одно я должен выбрать. А я хочу и то, и другое. Почему у меня нет в номере чайника? За такие деньги. Почему в четырехзвездочном отеле нет чайника в номере? Зато есть бокалы для вина. Пустой холодильник. Мини-бара нет тоже. Ну, ладно. А еще тут кондиционер. Вроде бы это же хорошо, когда есть кондиционер. Беда только, что нет пульта от него. Видите, там он в коридоре. Вот там он регулируется. То есть, если ночью мне станет холодно, то я не просто там пультом раз и выключил. Мне нужно будет встать, включить свет, пойти выключить кондиционер и снова лечь. Отлично придумано. А вот эта памятка прям молодцы. Вот это вот хорошо. Это прям не забудь проверить тубочку детей. Взять на память туалетные принадлежности. Обычно переживают, типа, ты воруешь шампунчики. Вот здесь прям предлагают берить на память. Пользоваться ими, наверное, нельзя, а на память можно. Ну, на мой взгляд, нельзя брать такие деньги и писать, что это четырехзвездочный отель. Это три звезды такие честные. Довольно недешево, надо сказать. Недешево в Нижнем Новгороде. И это прям московские цены. Потому что сейчас много туда туристов. Этот Нижний Новгород раскручивают. Вот такси дорогое, как в Москве. Цены в ресторанах. В кафе дорогие, высокие, да, как в Москве. Все, как в Москве, кроме сервиса, конечно. Ну, худо-бедно я переночевал. Позавтракал. Завтрак, кстати, довольно неплохой. Ну, стандартный такой. Как в трехзвездах, как в четырехзвездах. Ну, конечно, опять же, не на четыре звезды. Вот это нормальная гостиница, если бы было три звезды. Ну, хотя я даже не привык к тому, что даже в трех звездах нет горячей воды. Ну, она как бы официально есть. Но она чуть-чуть тепленькая. Позавтракал, вызвал такси и поехал на вокзал. Кстати, еще когда я покупал билеты, я подумал, не поеду я больше в Ласточки. Ну, невозможно. Ну, я и туда-то хотел не на Ласточки ехать. Но не было билетов, ребята. Прямо это какой-то кошмар. То есть, билетов нет. И я нашел чудесный поезд 64-й из Самары в Санкт-Петербург. Он идет и обратно. Но он идет вот через Нижний Новгород и через Москву. И он скорый. То есть, он тоже идет четыре часа. Потому что другие пассажирские поезда идут шесть часов, семь. Некоторые восемь даже идут из Нижнего до Москвы. Что-то там восемь часов ехать. А тут четыре часа. И можно было бы взять сидячий вагон. Но не было билетов. Взял купе. Плацкарта тоже не было. Было купе. Ну, самое дешевое, что я там нашел. При этом, какой же меня ждало разочарование и ужас в этом купе. Но давайте обо всем по порядку. Сначала меня, конечно, поразил вокзал. Нижний Новгород ничем не хуже Москвы. Там тоже, знаете ли, не один железнодорожный вокзал. Вот уезжаю я не с московского вокзала, а с железнодорожного вокзала Стригина. Вот он такой. Здесь есть злая собака. Вот. И, собственно, вокзал. Там есть, говорят, даже зал ожидания. Ну, вокруг лес. И дол видений полный. Так, 30 видений прекрасных вроде не вижу. Мне интересно. Тут посидеть-то есть где-нибудь? Короче, проходящий поезд Самара-Санкт-Петербург. Но зато там купе и 4 часа до Москвы всяко лучше, чем «Ласточка». Вокзал, конечно, смешной. А, вот же туалет, кстати, есть. Это уже радует. Уважаемые пассажиры, на третий путь прибудет электропоезд. До станции металлист отправлены в 9 часов 54 минуты. Поняли? На третий путь прибудет электропоезд. До станции металлист отправлены в 9 часов 54 минуты. Путь прибудет со своими остановками. Спасибо за внимание. Электрички ходят. Досмотр очень хороший, кстати, здесь. Какой душевный. Зал ожидания. Булер с кружкой. Светло. Собака. Здравствуй, собака. Ты меня не ешь. Ладно? Я тебя не буду обижать. Покормить не могу только тебя. Так. Ну что? Очень даже... Чуть не охота в душном помещении сидеть. Я лучше... Как-то вот тут. Лавочки вот тут есть, говорят. Первый вагон. А у меня четвертый. Прогуляюсь. Тригина. Рядом с аэропортом. Кстати, я и гостиницу поэтому искал. Поближе к этому вокзалу. Вот. На отшибе тоже так немножечко. И... Ну, ехать зато быстро. На такси недорого. Уважаемые сотрудники. Победительно просит вас соблюдать правила безопасности на билетной дороге. Ходите в вагон и выходите из вагона только при полной остановке поездки и только в сторону. И поменяйте поставочную платформу. Будьте внимательны, находясь на объектах билетнодорожного транспорта. Берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих. Особенно везде. А мне вот интересно. Вот там был досмотр, да? А что мешает злоумышленнику какому-нибудь выйти из леса? Перейти вот так вот на железнодорожные пути и без всякого досмотра совершить злодеяние какое-нибудь? Вопрос. Ну что, тут лес совершенно свободный проход на платформу. Вот тут есть будочка такая, чтобы от дождя укрыться. Что я не сделаю. Уютненько. Чистенько. Я, конечно, как всегда приехал за час раньше. Ну, даже больше, чем часа. Вот посижу на улице часом. А там товарняк идет еще какой-то. Посмотри. Электричка. А походу тут тоже низкая платформа. Будем карабкаться. Вот еще какой-то поезд прибывает. Ну, это товарняк. Товарняк, говорю. А, ну и разумеется, я перепутал платформы. Я решил, что на Москву туда. А оказывается, на Москву туда. Через Нижний Новгород. А не через Арзамас. Тут пути они как бы идут перпендикулярно. С севера на юг. Или с юга на север. Я сдал где-то на той платформе. И что-то вот засомневался. Пошел, спросил. Оказалось, надо в другое место. Хорошо, что я раньше пришел. Да, ведь? Красота-то какая. Лепута. Вон я туда к концу платформы практически ходил. Вот к той будочке. Ну, вернулся назад. Перешел. Ничего страшного. А там, кстати, где-то аэропорт. Вот прям недалеко. Многие таксисты путают. Потому что аэропорт Стригина и вот эта станция Стригина. Поэтому таксистам нужно два раза сказать. Мне не в аэропорт. А вот мой поезд. Да, на первый. С головы. Так он откуда прибудет? Оттуда? Или оттуда? Судя по всему, оттуда. Тогда надо идти. В середину в любом случае надо идти, короче. Идет мой паровоз. Что-то вспомнился детский анекдот. Уважаемые товарищи. Пока я тут с вами шучу. Поезд на Воркучу уже чуть-чуть. Поезд на Воркучу отправляется с первого пучу. Ладно. Вроде успел. А потом в поезде я испытал настоящий шок. Первый. Второй. Первый. Четвертый. Давно я не ездил в купе. Но, по-моему, проектировали фашисты какие-то. Я вот даже вот так не помещаюсь здесь. Очень мало места для головы, для ног. Ну, то есть, я не знаю, как это можно было так сделать. При том, что в старых вагонах, естественно, все нормально. Ну, купе сидеть невозможно. Пойду в ресторан. Здесь, конечно. О, первая нормальная широкая дверь. Потому что инвалидный выход. Я боюсь. Я это сделал. Вагон в ресторан. Ну, в общем, ничего, сидеть можно лучше, чем в ласточке. И лучше, чем в купе. Что вы рекомендуете? Виски или коньяк? Может? Ох, нет. Давай пойду. 42 процента. Но есть розетка. Она где-то там. Как ты включаешь сюда? Есть. Четвертый вагон, я. Четвертый вагон, я. Вы от запаха отказались, что ли? Ну, да, пожертвуйте его этим. Почему? Кушать не хотите? Я, да, кушать не хочу. Я тут закусочек взял. А что там на завтрак-то такое? Сырники с гущёнкой, блины с яблоком. Нет, нельзя. Врачи запретили, да. Совсем всё нельзя. Голодающим отдайте по Волжье. Хорошо. Обслуживание здесь очень неторопливое. 40 минут назад я заказал чай. Фруктовую тарелку. Готовят. Видимо, фрукты выращивают. Ну, или послали мальчика какого-нибудь собирать фрукты. Или, может быть, их на ближайшей станции только доставят. В общем, как-то странно. И, главное, никого нет. Вот. Ну, просто я включил перспективу. На самом деле, он маленький ресторанчик. Ну, официантов нет. Никого нет. Спросить не у кого. Кнопок на столе нет. Красота. Ну, зато сидеть удобно. Конечно. Фрукты обещали сезонные. Ну, на бананы сезон. Сыр. Короче, все 4 часа я ехал в ресторане. И это оказалось прям вообще идеально. Я попивал чаёк. Я работал над проповедью. Я молился, читал. Сидеть было комфортно. Ноги не устали. Сиденье мягкое. Что ещё нужно? Народу нет. Пространство большое. Кондиционер, добрая официантка, включила. 4 часа пролетели незаметно. Это вам не ласточка, конечно. Погулять по Нижнему не удалось, потому что был дождь. Всё время был дождь. Я не нашёл возможности даже погулять. Да и не было ни времени, ни сил, если честно. Но я считаю, что главная цель поездки удалась. Мы познакомились с хорошими людьми. Будем пытаться им помогать. Наша церковная провинция прирастает. Служителями, монашествующими. Не знаю уж, как сложится дальнейшее наше, так сказать, совместное служение. Но очень хочется верить в лучшее. Так что то, как мы себя позиционируем как церковь, которая оказывает милость тем, кто больше нигде милости не нашёл, а либо попал в секту, либо был отвергнут, мы таким людям всегда рады помочь. Ну, я отлично доехал, надо сказать. Я все 4 часа просидел в ресторане, пил чай. И у меня, в общем, отлично. Ну, то есть я там как раз поработал, там розетка. Интернет, конечно, пропадает, но это уже ни от чего не зависит. Но, в принципе, всё вообще отлично. Конечно, гораздо лучше, чем в «Ласточке». В купе сидеть не обязательно, просто дешевле, чем в купе, ничего не было. Здесь сидячие вагоны, кстати, тоже есть. Они должны быть дешевле. И они лучше «Ласточки», судя по фоткам. Но их не было, не было билетов. Билеты, кстати, раскуплены просто все это, прям такой момент. Так что будем знать. Вот удобный поезд идёт утром из Нижнего. В принципе, и в Нижний, наверное, на нём можно как-то ездить. Ну, надо будет смотреть. Мы прибыли на тот же «Восточный». Здесь вот лифт есть. Интересно, работает он или нет. Но тут ведь ее рекоменда уже так. Хочу, хватит! Интересно, что здесь есть. Пош Tal遇ки- так что поездка удалась я дома ну в принципе путешествие в нижней завершилась сейчас такси подъедет поеду домой плохо что поезд только вот на этот восточный вокзал приходит и далеко он все-таки на отшибе и каршеринга нет это вот тоже очень плохо но в принципе такси тоже и метро здесь есть но я в метро решил не ехать сейчас хотя можно было бы на мцк но в общем парад что вы были со мной в этом путешествие немножечко виртуально господь с вами да благословит вас всемогущий бог отец сын и дух святой идите в мире пока пока и уехал в жаркие страны где конфеты рестораны позабыть как пичевал выпью там такая чача за советчика печа я на матч уехал плача возвращаюсь хохоча пичевал плача а